Всем привет, дорогие друзья, с вами Павлов Ревью. Сегодня в нашем обзоре фильм «Всё везде и сразу». Разберём, чем хорош фильм. Ну что, поехали. Фильм «Всё везде и сразу» я посмотрел в кинотеатре. Да-да, наши прокачки успели купить права на его показ до введения санкций. Возможно, «Всё везде и сразу» — это один из последних голливудских фильмов в российском прокате. А там сейчас смотреть, в общем-то, нечего. Ну, кроме итальянского фильма «Супергероя». Похоже, не скоро Голливуд вернётся в наш прокат. Возможно, некоторые кинотеатры этого не переживут. Но, возможно, выйдут хорошие российские фильмы. Хотелось бы верить, но маловероятно. А фильм «Всё везде и сразу» режиссёров Дэн Квана и Даниэля Шайнерти на удивление оказался очень интересным. Фильм настолько безбашенный и суперабсурдный, что сносит все барьеры стандартного мышления. Это такой вселенский взрыв абсурда, который смешит, но при этом даёт ценные моральные установки. Психологическая комедия. Фильм философский и заставляет задуматься. Все эти мультивселенные, развилки событий, прыжки в другие версии себя, короче, фантастическая составляющая, по сути, необычное оформление очень сильного сюжета про взаимоотношения людей, о борьбе старого поколения с новым, о трудности достижения понимания даже среди близких людей. А совет прост. Если не можешь изменить мир, то измени своё отношение к нему. Картина делится на три главы. Всё, везде и сразу. Сюжет начинается с главы «Всё». Нам показывают героиню Эвелин, которая ни с чем не справляется в этой жизни. У неё проблемы в семье, с мужем и дочкой. И проблемы с налогами. Проблемы с бизнесом. И постоянная нервотрёпка. И текучка из микропроблем. И я вижу, к чему всё идёт. И всё это выглядит дурно. Но в игру вступает судьба, предоставив множество вариантов существования, в зависимости от ключевого принятого решения. В одном мире ты неудачник, а в другом — суперзвезда. По задумке авторов и абсурдным законам мультивселенной, чтобы изменить себя, достаточно одного действия, которое запустит очередную цепочку событий. Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и способностям других версий себя. Чтобы прыгнуть в другие версии себя, ей нужно сделать что-то необычное. То, что в нашем мире было бы странно и стыдно. Например, сказать налоговому инспектору, что ты её любишь. Или поменять обувь местами. Но это ещё семечки. В фильме такое было, что выходило за все грани абсурда. Эти версии классно прописаны. Например, «Эвелин. Мастер кунг-фу» — это версия, если бы Эвелин не вышла замуж. Послушалась родителей. Этые серии... Эх, какой бы была бы жизнь, если бы я тогда купил биткоин. Ах, владеть подвалом хорошо, но ещё лучше купаться в этих прокладных кругленьких планетах! Ну и так далее. Вторая часть поднимает вопрос о возможности быть везде, ну хотя бы в рамках фантастической мультивселенной. С появлением вездесущего вселенского зла Джоба Тупаки, абсурд накаляется до предела. Но затем противостояние добра и зла уходит на семейные перипетии, которые, по сути, являются главной идеей фильма. «Вселенная гораздо обширнее, чем ты можешь себе представить». Зло причиняем, как бы мы сами, не принимая что-то в своих близких, даже не выслушав их. Мы навязываем свои понятия, как это делала Эвелина со своей дочкой. А ведь, как написал школьник в фильме «Доживём до понедельника», счастье — это когда тебя понимают. Он написал «Счастье — это когда тебя понимают». В третьей главе «Сразу» круговорот обид и непонимания завершится разрывом шаблонов и установлением новых порядков. По итогу складывается ощущение, что картина полностью оправдывает свое название. Она говорит обо всем и сразу. Динамичная экшн-комедия переплетается с высокоморальными идеями и семейными ценностями. Смотреть фильм довольно сложно, так как сюжет нелинейный. Он разносторонний, ломанный, разнообразный, поучительный, лирический, но при этом невероятный и фантастический. Вы, возможно, потеряете суть происходящего. Динамика в середине фильма мощнейшая. Интересная философия постоянно разбавляется крутейшими боевками и отличной постановкой. Кому фильм может не понравиться? Он скорее не изойдет людям, которые не любят абсурдный юмор. Если, например, вам не понравился фильм «Скотт Пилигрим против всех», то «Все везде и сразу» вам не понравится еще больше. Самый важный плюс фильма – его монтаж. У монтажеров получилось собрать классный фильм из бесконечно множества кадров других версий «Эвелин». Эти монтажные переходы к другим версиям через монтаж по фазе были реально крутые, но и не только это. Зашла сцена, где показывали другие версии «Эвелин» ближе к финалу. Там было очень много кадров и снятых на камеру и анимированных. Не позволяй ничему сбить тебя с путей. Стоит также похвалить оперативскую работу. Это же все сняли качественно и потом уже смонтировали. Можно только представить, сколько из отснятого точно пошло под нож. Монтажеры же наверняка не все взяли. Работа проделана колоссальная. Режиссеры Дэн Куанна, Даниэля Шайнерд создали визуальный шедевр. Еще плюс философская составляющая фильма, которая размышляет о бытии человечества, о семейных перипетиях, через вселенское зло, но и думает про судьбу человека, как она может измениться, если принять то или иное решение. Мы свободны в выборе возможностей и наша судьба зависит только от нас самих. И совсем не обязательно, что выбор, который мы в свое время сделали, неправильный. Также плюсы юмор. Юмор довольно своеобразный, но в основном это абсурдный юмор. Моментами мне было очень смешно, по типу стыдных прыжков в другие версии себя. Потом очень смешная версия Эвелин Повара с отсылкой на мультфильм Рататуй. В этой версии был китайский повар с енотом на голове, Енотатуй, с которым он не мог расстаться. Были очень смешные моменты в этой версии. Дальше из плюсов в фильме множество отсылок. Помимо Рататуй были отсылки Космической Одиссеи и Матрицы, которые мне понравились. Ну и последний плюс это актеры. Отдельной похвалы достойна Мишели Йео. Тут ее настоящий звездный час. Также понравилась Джейми Ли Кертис в роли налоговой служащей. Ну и Кэй Хью Куан в роли мужа. Прям Джеки Чан. По итогу это отличный фильм с морем веселого абсурда, который и развлекает, и заставляет задуматься. Рекомендую фильм к просмотру и ставлю 9 из 10. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на каналы, телеграм, ютуб. Также пишите комментарии, как вам фильм. Все везде и сразу. Понравился ли фильм? Напишите. С вами был Павлов Ревью. Пока. Увидимся. Пока. Пока.